Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня я с нуля буду создавать куклу Леди Баг. В этой части полностью соберем тело и сделаем для куклы парик. Если любишь ролики про Леди Баг и Супер Кот, то ставь лайк под видео, посмотрим сколько нас таких. Куклу я буду шить. Мне понадобятся два вида ткани, нитки, наполнитель, кукольные волосы, ножницы, черная акриловая краска. Для росписи буду использовать акварельные карандаши и сухую художественную пастель. Начну с головы. Беру телесную ткань. Это лен. Также мне понадобится выкройка. Вот эти две части. Сначала беру переднюю часть, располагаю ровно по направлению нити и обвожу с помощью ручки. Готово. Рядом располагаю вторую выкройку и также обвожу. Вот так. Нижнюю часть отрезаю, складываю пополам и прошиваю вот тут. Вырезаю. Получились две вот такие заготовки. Переднюю часть переворачиваю, накрываю задней и прошиваю по краю. Соединяю и зашиваю вверху две выточки. Готово. Через заднее отверстие выворачиваю голову на лицевую сторону. Осталось придать ей нужную форму. Я это делаю при помощи синтепона. Лишнюю ткань прячу в серединку. И вот такая получилась голова. Перехожу к телу. Беру красную ткань. Это у меня двойной дайвинг. И также мне понадобится выкройка. Переворачиваю ткань на изнаночную сторону. Сначала сошью тело, а потом руки и ноги. Укладываю ровненько и обвожу с помощью ручки. Готово. Убираю шаблоны. Вырезаю. Вот такие у меня получились детали. Беру самую маленькую и на ней нужно зашить выточки. Сверху и снизу пришиваю передние детали. Готово. Вот что получилось. Переворачиваю на лицевую сторону. Накрываю задней частью и сшиваю. Оставляю отверстие в шее, через которое выворачиваю заготовку на другую сторону. Вот так сейчас выглядит туловище. И его нужно набить до нужной толщины. В заключении зашиваю шею и оставляю вот такую петельку. Нам еще нужно будет тело сушить. Теперь будем шить руки и ноги. На сложенной в два слоя ткани обвожу ногу в зеркальном отражении два раза. То же самое делаю и с руками. Прошиваю по контуру на швейной машинке. И вырезаю. Готово. Отдельно на каждой ножке нужно зашить ступню. Вот так. Через оставшиеся верхние отверстия выворачиваю ножки на лицевую сторону. Вставляю пластиковую трубочку до упора. Беру деревянную шпажку и проталкиваю. Вот и все. Осталось придать им форму. Набиваю синтепоном. И вот такая в результате получилась ножка. А вот и вторая. Они немножко застеснялись. Теперь нужно закрыть вот эти места. Заталкиваю ткань в серединку и зашиваю. Готово. Также я оставляю ниточки для того, чтобы сушить после покраски. Теперь я перехожу к рукам. Их я уже вывернула. Для набивки мне понадобится вот такая пушистая синельная проволока. Беру одну штучку. Цвет не имеет значения. Все равно его не будет видно. Складываю пополам и закручиваю. Вставляю в отверстие и проталкиваю в палец. Теперь наш большой палец будет гнуться. Беру следом еще две штучки. И также скручиваю между собой. Также вставляю и проталкиваю в остальные пальцы. Вот сюда. Теперь у нас ладонь может полностью функционировать. Лишнюю проволоку отрезаю. И чтобы края не повредили ткань, обматываю кончик клейкопластырем. Проталкиваю в серединку. Окончательно набиваю руку синтепоном для нужного объема. Также прячу лишнюю ткань в серединку. И зашиваю. И вот руки готовы. На них я также оставляю нитки. К ним присоединяются остальные части, которые сейчас будем красить. Я беру черную акриловую краску, наливаю на палитру. Беру карандаш, точнее мне нужен его кончик. И сейчас буду штамповать кружочки на ткани. Вот такая получается божья коровка. Теперь переворачиваю и штампую спину. Готово. Вновь переворачиваю на лицо. Беру кисточку и крашу ворот. Вот что у меня получилось. Отправляю тело на сушку. Осталось такими же черными кружочками проштамповать ноги и руки. Вот так на прищепках сохнут наши детали. А мы пока сделаем парик. Вспоминаем про нашу голову. Сзади я вставляю палочку для суши. Теперь все это накрываю пищевой пленкой, сложенной в два слоя. И фиксирую резинкой. Маркером рисую контур. По которому маленькими кусочками лейкопластыря выкладываю так называемую шапочку основу под парик. Вот что в результате у меня получилось. И сейчас сверху будем приклеивать трессы. Но сначала нужно покрасить основу под цвет волос. Я использую синюю акриловую краску. Я уже закончила. Вот что получилось. Теперь осталось, чтобы шапочка высохла. И вот уже наша шапочка высохла. Сейчас будем приклеивать волосы. Я беру клеевой пистолет и наношу клей сначала сзади. Приклеивать буду маленькими кусочками. Следом приклеиваю второй. А третий уже идет основной. Его я приклеиваю по кругу, переходя на чулку. Постепенно наше отверстие будет уменьшаться. Вот уже какая осталась маленькая макушка. Это мой последний виток. Отрезаю тресс. На этом этапе парик нужно снять с куклы. Разрезаю резиночку. Нужно срезать всю пленку. Делать это нужно аккуратно, чтобы случайно не срезать волосы. Готово. Оставшийся тресс зашиваю в пучок. Вот такой он получился. И этой же ниткой пришиваю пучок к парику. Зашиваю отверстие. Ровненько распределяю макушку. Накрываю тканью. Беру утюг и хорошенечко проглаживаю. И вот так сейчас смотрится наш паричок. Ничего не торчит и макушка закрыта. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз у нас был поединок «Гравити Фолз» и «Стар против сил зла». Так как опросы в подсказках нам уже недоступны, голосовали мы в сообществе и попасть туда можно с главной страницы моего канала. 5200 пользователей приняло участие в этом голосовании и с огромным отрывом победил «Гравити Фолз». Он набрал 64% общих голосов. А сегодня у нас будут опять мультфильмы «Холодное сердце» или «Моана». Сразу после выхода этого видео в нашем сообществе я открою новый опрос и прошу вас зайти туда и поддержать своих любимых героинь. На данный момент высохло наше тело, осталось его собрать в одно целое и практически готов парик. Нужно просто его подстричь и сделать укладку. Ну и кроме того, нужно оживить куклу и сделать для нее аксессуары. Впереди самое интересное, поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение. А на сегодня пришло время прощаться, я вас всех крепко обнимаю. С вами была Муза Рукоделия, до новых встреч на моем канале.